Военкомат городского округа прибывает мобилизованные граждане. Щелковцы и жители соседних округов явились на призывной пункт. По повестке и добровольно. Сегодня в соответствии с указом президента Российской Федерации в военном комиссариате городов Щелково, Фрязино, звездных городов Колосино-Петровского, городского округа была произведена очередная отправка граждан, стоящих на воинском учете вооруженной силы Российской Федерации. Все прошло организовано и слажено. Военкомат прибывает и офицеры запаса. Исторически это наша Родина, Крым и так далее. Соответственно, мы должны и обязаны защитить всех русских, которые там находятся. Многие хотят служить и поняли, что сейчас настало то время, когда они нужны и армии, и Родине. Ну что я думаю, надо Родину защищать. В 39 лет подписал сам добровольно, что кто после 35 можно отпустить, и я говорю, нет, я пойду. Потому что я понимаю, что... Ну, в общем, я все понимаю. Я обязательно победим и вернемся все живые. Я на Дальнем Востоке служил в танковых войсках и в связи. 15 месяцев в танке, 8 месяцев на связи. Мехоник-водитель танка. Надо ехать. Вариантов других у меня нет. Просто надо. Потому что нам это надо остановить. В армии я служил в 200-й отдельной бригаде. За Больяре находилась. Рядовым. Бригада была мотострелковая. И была там садистом в отдельном взводе связи. В городском округе также был развернут пункт сбора в Центральном дворце культуры. Частичной мобилизацией подлежат граждане, владеющие необходимыми военными специальностями. Стрелки, танкисты, артиллеристы, механики, водители. Я считаю, нашу мобилизацию должны они бояться, а не мы. Поэтому каждый молодой мужчина должен прийти сюда и должен пойти защитить свою родину. Честь, родину, долг защищать надо. Важно то, что поддерживают, любят. Самое главное, наверное, семья. Готовы выехать на выполнение своего священного долга. Мы готовы. Провожают самые близкие. Родственники, конечно, волнуются, но гордятся и уважают выбор своих сыновей. Мы все матери, жены, сестры. И мы верим, что все будет хорошо. И самое главное, ребята, возвращайтесь все домой. Мы вас ждем.